Память о тех, кто погиб во имя общей победы, живет в сердцах белорусов, которые делают все для того, чтобы никто не был забыт. Беларусь помнит, помнит всех поименно. Сегодня на месте бывшего лагеря госпиталя «Ревир» прошла церемония возложения цветов к братской могиле, инициатором которой выступило Брестское областное объединение профсоюзов, областного совета ветеранов, а также Белорусского республиканского союза молодежи. Собираемся перед праздником Днем Победы для того, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни, для того, чтобы мы сейчас могли жить под мирным нигмом в мирной стране. Мы должны знать свою историю, мы должны помнить о тех, кто защищал нашу родину от немецко-фашистских захватчиков, кто завоевал нам мир. Поэтому мы сейчас должны быть все вместе, мы должны быть сплоченными и делать все для того, чтобы сохранить мир и стабильность в нашей стране. А для этого мы должны быть едины. Единство – наша сила и залог наших будущих в достижении побед. Трагедия лагеря госпиталя «Ревир» под Брестом до сих пор остается в каком-то смысле загадкой. В списке немецких лагерей он не фигурирует. Нет ни его номера, ни точного количества. Тем более, именного списка тех, кто там содержался. Однако, точно известно одно. Здесь, в приграничном Бресте, в нечеловеческих условиях старались выжить взятые в плен воины от Белостока до Демблина, защитники цитадели, участники боев в районе Бреста. Что по приблизительным подсчетам историков составляет порядка 15 тысяч человек. Поэтому нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для потомков неизвестной. Объединяясь вокруг памятных мест, вспоминая тех, кто не дожил до светлого дня, мы храним в сердце трепет к тем страшным годам, которые не должны повториться нигде и никогда. В сегодняшней непростой военно-политической установке это особенно актуально. Сделать все возможное для того, чтобы сохранить мир на земле. Возлагая венок сегодня в этом месте, мы понимаем, что, конечно, в годы войны больше погибло на фронтах. Но те, кто погибли в концлагерях, испытывая тяготы, лишения, голод, они заслуживают не меньшего уважения. Думаю, что для нашей молодежи, а у нас прекрасная молодежь, это хороший пример, как сегодня делать больше добрых дел для процветания нашей любимой Беларуси. Но Ревир не единственное место на Брещене, к которому обращено внимание профсоюзов. Подобная работа проводится повсеместно, силами профсоюзных организаций разного уровня, начиная с первичек, заканчивая городскими и областными объединениями.